Здравствуйте, друзья! Центр юридической защиты, компания АЛЯМ Кузнецов Дмитрий. Сразу к сути происходящего. Обожаю, люблю во всех форматах и вочных, и заочных умных женщин. Женщин, способных без эмоций, без истерики выкладывать свою позицию, свою точку зрения. В данном конкретном ролике я выражаю огромную благодарность автору, кто прислал нам этот ролик, и заявляю, здесь четкая демонстрация, как женщина, в принципе, существо эмоциональное, темпераментное, может сдерживать свои эмоции и в согласованности с разумом выдержать тест против такого, на мой взгляд, серьезного противника, серьезного по бестолковости, по провокациям, как сотрудник банка Тинькофф. А у сотрудника банка Тинькофф четкий конкретный скрипт, рассчитанный на то, чтобы вывести собеседника из равновесия и выдержать, справиться с этим напором, с этими аргументами в кавычках. Не каждый способен в процессе диалога с сотрудником колл-центра а здраво размышлять, не запутаться, не стушеваться и в итоге, в итоге поставить его на место, ткнуть носом. И отдельно обращаюсь к этому вот сотруднику. Ну послушай, дружище, ну ты же не дурак. Вот судя по голосу, даже тебя видеть не обязательно, но ты не дурак. Что ты там делаешь? Слушай, нормально можно работать, совершенно спокойно. Блин, что ты там делаешь? Неужели ты не понимаешь, что ты прожигаешь свою молодость, свою жизнь, свое в конце концов образование, может быть, оно у тебя есть? Ну видно, что человек не просто так не сулится с точки зрения бесполезности, да, вот как большинство, 99%. Но это исключение, вот здесь сейчас демонстрируется, исключение исправил сотрудник банка Тинькофф, который в принципе корректно, практически признал свое поражение и максимум, что ему оставалось в конце разговора, это видно. Ну я молчу про паузы, которые он искусственно делал. Понятно, он не мог воспользоваться этим временным промежутком, потому что нет у него возможности. Ну и вот это в конце он кряхтеть-то начал, да, уже когда. Понимал, что капец ему пришел. Чувак, как говорят, жопу в горсти, беги оттуда, иди куда угодно, я даже тебе не посоветую улицы мести, иди, нормальную работу сможешь найти, у тебя бестолковка варит, не надо ее, скажем так, вот таким образом эксплуатировать, тем самым провоцировать засыхание мозга. Скрип ничего хорошего, ни к чему хорошему не приводил еще никого, а уж тем более в этой деятельности, да, и о карме о своей подумай. Итак, поехали, друзья. С огромным удовольствием представляю этот ролик. Слушаем, наслаждаемся и включаем мозги. Те, кто хочет под юридическую защиту, информация есть в описании ролика. Ссылочка на наш сайт, на сайте видео выложено, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Смотрим, оставляем заявку, в рабочее время мы вам перезвоним. Ну что, поехали! Вас приветствует Тинкуш-банк. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я вас слушаю. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, я вот отправляла в банк отзыв своего согласия на передачу своих данных третьим лицам, а из коллекторского агентства после этого мое дело не отозвано. Прошу дать пояснение этой ситуации. Полностью, пожалуйста, представьте, я с кем разговариваю. Меня зовут Алина Александровна. Вы же знаете, у вас же по номеру телефона определяется. Но это не отменяет, собственно, факта того, что вы должны представиться. Мало ли кто может звонить с вашего номера телефона. Что касается вашего кредитного дела, скажите, данные документы вы когда предоставляли в банк? Да, давно уже банк, сейчас все скажу, банк мне ответил еще минуту, да, месяца полтора назад, что получил это письмо. Мало того, что у меня есть уведомление о том, что банк получил, и банк мне ответил, что ваше... Месяца полтора назад, замечательно. Ваше кредитное дело, я прошу прощения, я вас перебил, находится на обслуживании в данном агентстве еще с июня месяца. Прекрасно. То есть оно было туда передано до того, как вы предоставили данные документы. То, что банк получил данные документы, это замечательно. Они после обработки, соответственно, как только они будут обработаны, ваше кредитное дело будет возвращено в сторону нашего банка. Но на текущий момент оно находится там. Значит, данные документы еще со стороны нашего банка не отработаны на юридической службе. Подождите. Если я направила отзыв своего согласия, вы должны, согласно 230-го федерального закона, прекратить взаимодействие с третьим лицом в вопросе возврата просроченной задолженности. Я понимаю, что это не исключает того момента, что вы будете требовать от меня возврата, но требуйте, пожалуйста, я же не против. Единственный момент, что я возражаю против того, чтобы третьи лица обладали моими данными, о чем вам сообщила. В какие сроки данное обращение будет обработано в вашей юридической службе, сообщите мне, пожалуйста, и когда мое дело будет отозвано. Эта информация не обладает, потому что вы звоните в отдел финансовых консультаций, а не в отдел справочной службы и не в отдел клиентского обслуживания. Хорошо, давайте переключите меня туда, где мне смогут ответить на этот вопрос. Соответственно, по окончанию разговора я вас данными специалистами соединю, раз уж вы позвонили, я хотел бы уточнить вас, скажите, пожалуйста, с чем у вас связаны данные облады, что случилось у вас? С несогласием, с присутствием задолженности, я ее отрицаю. Я желаю, чтобы банк ее наличие доказывал в суде. Скажите, а что именно вас не устраивает, собственно, в обслуживании в банке? Я вижу, что у вас последнее поступление было в марте месяц, и после этого поступления не было. Но в марте месяце вы были согласны с начислениями банка? Вы знаете, я, прежде чем вы передали это дело коллекторское агентство, я сколько, месяца три, наверное, общалась с вашими специалистами и все подробно-подробно рассказывала. Если у вас нет по этому поводу отметок, то, ну, я же не попугаюсь, чтобы повторять все одно и то же выплаты еще. То есть от выплаты вы отказываетесь, верно? Да, конечно. Я воздерживаюсь от этой выплаты до того момента, пока банк не докажет мне наличие данной задолженности. Вам счет выписки приходит? Счет выписка – это не доказательство. Вы видели свой счет выписку? Хорошо. Вам финансовая справка по счету приходила? Нет. Хотя я ее запрашивала, да, запрашивала. Минуту, ждайте, я проверю данную информацию. Да, пожалуйста. Скажите, когда запрашивали данную информацию? Ну, перед тем, как возникла задолженность, я желала получить информацию о том, сколько я заплатила, когда, сколько я должна, в письменном виде, с печатью банка, чтобы мне выставили требования. Я желала расплатиться полностью с банком. Я хотела, сама просила банк выставить мне окончательное требование, я бы расплатилась полностью. На что я получила отказ, после чего я сделала вывод, что банк не желает закрывать мою задолженность, хочет обогащаться за счет меня и прекратила выплаты. На самом деле это неверно. Если вы озвучивали намерение о распоряжении договора, у вас должны были рассчитать на тот момент полностью и данную справку предоставить. У меня есть записи разговора, где я общаюсь с вашими специалистами, и они мне говорят, что это сделать невозможно. Невозможно в рамках разговора, да. Это сделать невозможно. Что касается справки, где идут все начисления банка, это возможно. Но почему я не могу что-то сделать в рамках телефонного разговора, а банк может от меня что-то требовать в рамках телефонного разговора? Вы же не присылаете писем? Вы даже не удосужились соблюсти 230-й федеральный закон и уведомить меня должным образом, что вы передали дело третьим лицам. Вам информирование приходило? Вы читали 230-й федеральный закон? Я читал 230-й федеральный закон. Какое смс-информирование? Заказное письмо должно быть направлено. Алина Александровна, можно я кое-что вам озвучу? Пожалуйста. Что касается агентского договора по обслуживанию вашего кредитного дела в долговом агентстве, по агентскому договору, это 2005-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации, клиентов информируется методом смс-сообщения. Это кто так решил? Можно я вам договорю? Не перебивайте. Нет, не можно. Подождите, подождите секундочку. Давайте по пунктам разбирать то, что вы говорите. Кто так решил? Если в 230-м... Почитайте, пожалуйста, 2005-ю статью. Мне неинтересно, 2005-я статья. И у нас есть 230-й федеральный закон, который регулирует все действия коллекторов, но и действия банка в отношении возврата просроченной задолженности. И в статье 9-й четко прописаны все способы информирования должника о передаче дела третьим лицам. Да, на полную переуступку. Нет, не правда. Нет, не правда. У меня перед глазами сейчас 230-й федеральный закон, но будем его сейчас вместе читать, если вы будете продолжать. Я вас сейчас не слышу. Конечно, не слышу. Я не верню, я вам говорю, я вам озвучу информацию, которая отображена также в законодательстве Российской Федерации. Это 2005-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. По агентскому договору передается кредитное дело, и это в этом случае информируется в виде смс-сообщения либо в виде телефонного звонка. Это в 2005-й статье так прописано? СМС-сообщение? Или телефонный звонок? Алина Александровна, можно я договорю, пожалуйста? Нет, не можно. Вы врете, там нет такого. Я не вру. Прочитайте данную информацию. Если кредитное дело переходит на полную переуступку по 382-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, это полная переуступка, тогда да, клиент информируется в виде заказного письма. Это две разные вещи. У меня перед глазами сейчас открыта 2005-я статья. Нет ни слова того, что вы сказали. Зачем вы врете? Что вы конкретно читаете? Отвечте мне. По агентскому будем вместе читать полностью. По агентскому договору одна сторона обязуется бла-бла-бла за вознаграждение совершать. Нет тут про сообщение ничего. По сделке, совершенной агентом за счет своего принципала приобретает права спасательную. Нет тут ничего. Нет вообще ничего об информировании. Вообще ничего. Поэтому, если в 2005-й статье об информировании нет информации, то я думаю, что данные действия регулироваться должны 230-м федеральным законом. Минуту, ждите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Сейчас мы перед глазами данные законодательства. Нет, я уточню информацию, я вам отвечу на эту вопрос. Совещание проводят. Благодарю за ожидание. К сожалению, данной информации у меня сейчас именно законодательства перед глазами нет, у меня не предоставлено. Что касается этой информации, именно информирование клиента на полную переступку долга совершается только по 382-й статье гражданского подоговора. Стоп, подождите. Причем тут 382-я статья? Вы мне сейчас называете... Я знаю, что это такое. Вы мне сейчас называете свой внутренний регламент? Зачем он мне нужен, если я... Нет, я у меня внутренний регламент прозвучу. Так, возвращаемся к статье 9-й. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, не это ли 1005-я статья, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Такого соглашения у нас... Такого соглашения между нами нет. Документы... Данная информация у вас в договоре прописана. Нет такой информации в договоре. Он у меня сейчас перед глазами. Сейчас будем и договор вместе читать. Итак, парируйте, пожалуйста. Я вам всю информацию по этому поводу уже озвучил, мне добавлять нечего. Как это вы озвучили? Я же опровергла всю вашу информацию. Я вам сказал, что вы опровергли, это... Я вас слышал, что вы опровергли. Что касается... Ну, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему вы незаконно передаете мое дело третьим лицам. Вы меня не уведомили. Вы проинформированы были? Я... Нет, не была я проинформирована. Где я была проинформирована? Вам не приходило смс со стороны компании, которая занимается вашим кредитным делом? Послушайте, это незаконодательное действие. СМС от компании, которая... Я сейчас пришлю на ваш мобильный телефон, СМС, о том, что вы мне должны денег, и вы мне поверите? Нет, конечно. Точно так же и я не должна доверять какой-то компании, которая чем-то там занимается. Я вам повторю еще раз. Что касается судебной практики, которая производится, собственно, со стороны банковской системы, информирование клиента о полной переуступке идет только на основании 382-й статьи Гражданского кодекса. Ага, хорошо. Что касается судебной практики, то бишь, с вами уже судились по этому поводу, что вы не уведомляете должников о том, что передаете дело третьим лицам? Почему вы упомянули... Да, информация не родная, но конкретно подобные... А почему вы упоминаете судебную практику? Я просто уведомляю вас о том, что намерен написать жалобу в Федеральную службу судебных приставов о том, что вы нарушаете 230-й федеральный закон. И данный разговор, который также записывается, да, будет предоставлен с информацией о том, что вы вводите меня в заблуждение. Замечательно. Вы говорите, что у вас договор записывается, разговор, прошу прощения, записывается, вы имеете дело только на личной основе. У вас есть лицензия, которая подтверждает... Естественно, на личной основе я собственные телефонные разговоры могу записывать. Я же не записываю ваш телефонный... Конечно, это мой телефонный разговор с вами. Это вы юридическое лицо, вы осуществляете какую-то деятельность. А я физическое лицо, это мой личный разговор. Я могу его записывать, хоть обзаписываться, ничто мне не запрещает это делать. Великолепно. Что касается справки, которая вам необходима, имейл-адрес ваш, пожалуйста, озвучьте. Нет, 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 никаких имейл. Вся информация только по почте России. Адрес регистрации ваш тогда будет удобным. Я предоставляла в банк адрес для отправления корреспонденции, когда направляла письмо с отзывом согласия о передаче данных третьим лицам. По условиям договора банк вправе актуализировать данную информацию. Поэтому я вас спрашиваю повторно. Хорошо. Это адрес для отправления корреспонденции. Минус. Вы сейчас по данному адресу проживаете? Это адрес для корреспонденции, да. У нас корреспонденция отправляется по адресу регистрации. Измените, я этот адрес не могу. Только на основании документов, которые будут подтверждать данную информацию. Хорошо, отправляйте по адресу регистрации. Вот поэтому я и прошу вас. Пожалуйста, отправляйте по адресу регистрации. Он у вас есть. Хорошо. Также, пожалуйста, направьте, если у вас сейчас нет возможности объяснить мне, почему вы нарушаете 230-й федеральный закон, регламентируя это своими личными правилами. Я не говорю, что вы обязаны. Вы обязаны зафиксировать мое обращение сейчас. Я обращаюсь в банк и требую от него пояснить его действия. Пояснить его действия касательно чего? Действия относительно передачи, незаконной передачи дела третьим лицам. Раз. Отсутствие действия по отзыву дела из коллекторского агентства после моего отзыва согласия на обработку данных и передачи третьим лицам. Два. Что касается вашего кредитного дела, я вам озвучал, оно было передано. Не надо мне озвучивать. Не надо мне озвучивать. В письменной форме, пожалуйста. Я сказала вам, что вы будете иметь дело с ССП. И вот эти вот озвучивания, это как бы история незаконная, да, незаконодательная, скажем так. Поэтому, пожалуйста, в письменном виде пояснения банка направьте меня. И напоминаю, что отказ от предоставления информации у нас также зафиксирован в гражданском кодексе. Вы этого сделать не имеете права. Я не отказался. Вот, пожалуйста, предоставьте мне информацию. Понимаю, почему это предоставлено. Замечательно. Данную информацию о вашем кредитном деле я зафиксировал. Хотел бы еще актуализировать информацию, опять же, по вашему кредитному делу. У меня нет кредитного дела. У меня есть оферта. А у вас есть? У меня есть оферта кредитного договора. Которая у вас зафиксирована кредитная. Окей. И кредитное дело подразумевает наличие кредитного договора. Кредитного договора у нас нет. У нас есть оферта. У вас кредитный договор составлен по договору оферта. Отлично. По закону о банках и банковской деятельности отношения в формате кредитор-звоемщик должны регулироваться кредитным договором, не офертой. Данный кредитный договор вы можете запросить в нашем банке копию. Зачем он мне нужен? Копию. Копию. Оригинала нет. Копию не то что. Анкета? Это кредитный договор? Нет, анкета не кредитный. Это одно из составляющих кредитного договора. Ну, так вот. Кредитного договора за моей подписью не существует. Правильно? Правильно. То есть хотите сказать, что вы денежные средства брали безвозмездно? Ну, вы сами это сказали. Нет, я просто сейчас пытаюсь понять вашу позицию. Потому как данных, собственно, клиентов у нас достаточно и вы можете посмотреть статистику судебных дел на сайте банки.ру. Угу. Хорошо. Обязательно. Я вам скажу более того. Я уже ознакомилась данной судебной практикой и полностью готова к суду. Великолепно. Угу. Я так понимаю, информация по вашему кредитному делу актуальна. Вы отказываетесь отображать? Естественно. Что касательно вашего звонка, я всю информацию о вашем кредитном деле отобразил. Угу. Какие вопросы у вас еще есть? В какие сроки поступит мне ответ? Не обладаю этой информацией. Угу. То бишь никогда. Да. Я поняла. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Ну вот. Вот так вот, друзья. Хотите больше, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте, если хотите вовремя получать информацию о новых роликах, о новом контенте на нашем канале, на колокольчик нажмите. И вы будете, собственно говоря, своевременно видеть, как наш канал пополняется. А мы его пополняем как минимум 5-6 раз в неделю и ролики новые добавляем. Сразу всем еще раз напомню, кто хочет, чтобы ролик с разговорами, с коллекторами, с банкирами был выложен на нашем канале, без проблем присылайте на нашу почту. Ссылочка, адрес электронки у нас указан в описании. В виде файла, пожалуйста, не в виде ссылок с вашего YouTube канала, а в виде файла. Это самое главное, потому что ссылки с YouTube канала, это совершенно другое. Это пиар и, собственно говоря, о рекламе это отдельный разговор. Пишите на ту же почту, предложение отрекламировать ваш канал, если для вас это актуально, и будем уже там беседовать. Ну, так или иначе, переговоры с Тиньковым у нас в приоритете. Сейчас мы в первую очередь выкладываем переговоры именно с Тиньковым. Таким вот образом. Ну и, пожалуйста, побольше драйва не надо. Там банальные какие-то разговоры, где нет интереса. Вот вам пример. Жестяк, юмор, конструктивный диалог. Это, пожалуйста, это интересно. Ну и, конечно же, лайки, дизлайки, если не нравится. Если вы сотрудник банка, либо вы считаете, что если взял, нужно отдавать. Я, кстати, с вами солидарен, но это не в формате банковских отношений. Напомню, банк никому ничего не дает в плане вот буквально денег. И не надо испытывать ложных иллюзий, что это вот несправедливо, нехорошо. В первую очередь несправедливость в отношении людей. То есть представьте себе, как вы многие пишите мне. Как так, если бы ты у соседа взял деньги и начал бы потом еще над ним глумиться? Еще раз повторю, если бы мне сосед написал бумажку, на которой написал «это деньги», а обратно бы требовал настоящие деньги, тогда бы я над ним глумился. Но если бы сосед не дал из своего кармана деньги, я бы в доску разбился, но отдал бы ему этот долг, потому что это его деньги, это его труд, его сбережения. Банки никаких денег не имеют. Они нам дают наши же с вами деньги. То есть аналогия соседам еще больше усугубляется. Сосед у вас, пока вы не знали, воспользовавшись вашим незнанием, взял у вас ваши деньги. Потом не деньги же вам дает, а бумажку дает, на которой написано «вот тебе деньги». И теперь требуются у вас еще деньги настоящие, понимаете? Вот здесь вот ваша логика, ваша позиция каким-нибудь образом обрабатывается. Нет, не обрабатывается. Потому что здесь, в первую очередь, вы, наверное, задумаетесь, если у кого мозги есть. Я сейчас обращаюсь к тем, кто защищает банкиров. Ну и, конечно же, если поймете, о чем я хочу сказать, то, может быть, пересмотрите свою позицию. Ну и, как вариант, посмотрите еще побольше роликов на нашем канале. Очень много в обращениях моих есть, кстати говоря, плейлист у нас с обращениями создан. Ссылочка в правом верхнем углу выходит для вашего удобства. Вот она. Ну и, естественно, друзья мои, группа ВКонтакте у нас есть. Подписывайтесь, вступайте в группу и репост в соцсетях. Как можно больше должно людей узнать о том, что происходит. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания.